Посмотрим, мы еще не видели соперников. Знаем, кто у нас. Литва, Россия. Это сильная команда всех возрастов, молодежка и национальная. Поэтому думаю, что с этими командами будет тяжелее играть. Но в целом, думаю, все команды будут сильные. Как бы настраиваемся на всех команд, посмотрим, что и как там будет. Все-таки Китай, смена часов и так далее. То есть, ну, как бы будет тяжело в плане адаптации всего. Но думаю, что мы выдержим. В этой команде у нас есть настоящий коллектив, есть команда, есть тот кулак, как там говорил тренер. То есть, на самом деле, есть коллектив в команде. Поэтому думаю, что вполне под силу выполнить задачи, которые перед нами ставятся. И думаю, что будет позитивный результат у нас. Мы едем выиграть. Не буду кривить душой. С радостным чувством мы будем покидать базу. Потому что, ну, ребята морально так чуть устали, да, на одной базе. И последние, там, три недели практически. Здесь все хорошо, здесь я не спорю. Но надо иногда менять место. Поэтому, первым делом, это шутка, конечно, но первым делом, конечно, мы всеми мыслями уже там. И ребята рвутся в бой и хотят побыстрее уже окунуться в игровой ритм. Потому что очень много было тренировок, много моментов, которые мы отрабатывали, как игровые моменты. И есть такое, что уже чувство крови, наверное, да, или как жажда победы, или жажда единоборства у них играет. И надо это чувство туда перенести. И они уже, по большому счету, уже там и готовы играть. За это время, пока мы там будем, игра, первая игра 13-го числа, за это время нам нужно будет провести некоторые такие восстановительные процедуры. Именно адаптационные. У нас в некоторых моментах, я не могу сказать, что такая медицина хорошая, что приехали, мы сразу же будем готовы к этим смене часовым поясам. Нет, что-то будет из медикаментозных препаратов, но есть еще физические нагрузки, которые небольшие, но их нужно делать. Все это мы знаем, как это провести. Будет для них где-то необычно, потому что иногда, наверное, придется и рано утром это делать, или не давать им спать. Я не говорю, что это ночью будет, но днем не давать спать, чтобы организм боролся со сном, чтобы он быстрее пришел. Плюс, опять же, по прилету у них намечено сразу же моментально, они оденут кроссовки, мы пробежимся, чтобы, опять же, не давать шанса организму уснуть. Поэтому это такие маленькие тонкости, кто-то может меня осуждать, кто-то может, ну, это мое решение. Поэтому, чтобы быстрее войти в этот ритм, нам нужно организм заставить работать в том ключе, который там есть. Ну, а дальше первая игра с Японией. Все соперники ровные, по большому счету. Да, есть фавориты в плане баскетбольной державы. Да, Япония не считается как таковой, но знаем их дисциплину и желание побеждать точно так же. Это в крови японцев. Поэтому, и это первая игра. Опять же, будет тяжело психологически, нужно быстрее это все пройти. Поэтому настраиваемся на каждую игру, как на последнюю и как на решающий бой. Ну, а дальше уже будем смотреть по отдельным соперникам. Уже будет информация, это уже будет легче на вторую, на третью игру. Я смотрю с оптимизмом на этот турнир. И я верю в своих ребят. И они, я думаю, что точно так же верят и в тренерский коллектив. И игра покажет. Та атмосфера, которая присутствует на таких форумах, она нечто особенное. И помимо того, что некоторые, как наша команда, ездила как национальная сборная, как костяк национальной сборной. И это был этап подготовки к чемпионату Европы. Поэтому, конечно, я не говорю, что там им было легче. Нет. Опять же, я говорю, что есть варианты, при котором где-то адаптационные вопросы и вот такие вот сыгранность. Это был не первый сбор и не первые игры. Поэтому, может быть, где-то было проще на каком-то первом этапе. Конечно, когда уже дошли до полуфинала, финал, когда серьезные игры и серьезные команды были, там тяжело было. И опять же, каждая команда... Америка в каком составе не приедет, она будет всегда фаворитом. Литва, Россия точно так же. Сербия. Поэтому сказать, что им было проще, ну это неправильно. Поэтому, да, есть некоторые рекомендации по поводу того, что как себя вести, как строится вообще этот турнир. Здесь больше психологии, больше таких нюансов организационных, наверное, по организации игры, по взаимодействию служб. Это все это будет, потому что это, как кто-то говорит, что это малоолимпийские игры. Поэтому в таком режиме, в таком формате играть и работать, оно где-то есть там отпечаток какой-то. В игровом плане, ну каждый понимает, что есть сетка, да, есть турнирное расписание, турнирные игры в подгруппе и там дальше. Это уже мы будем строить в зависимости, опять же, от соперника. Как себя вести. Но, опять же, повторю, что это наша, каждый играет, у нас будет как последняя. И поэтому нельзя что-то рассчитывать, что будут какие-то проходные игры, какие-то важные. Они все важные. Потому что у нас нету, мы по большому счету не набрали тот игровой ритм, как бы хотелось, да. Если та же Россия предположена. Это не упрек никому. Россия готовилась очень давно. И они делают большую ставку на баскетбол, как на командную игру в плане завоевания медалей. Поэтому их тренерский штаб во главе с Евгением Пашутиным уже давно в процессе подготовки к этому форуму. Литва, я знаю, что на игру этот состав два года. Ну, вот поэтому и где-то есть, может быть, разница. Но, как обычно бывает, на Олимпийских игр есть какие-то неожиданности. Вот для них может быть какая-то неожиданность. Для нас неожиданности не будет. Я думаю, что если готовиться и настраиваться на каждую игру, как на последнюю, ребята это показали и могут это делать. Справимся с эмоциями, все будет нормально. Но прежде всего я хочу, чтобы нам очень хочется подняться очень высоко. И для меня это будет одна из главных задач. Но им больше всего хочется, чтобы вот этот коллектив ребят, которые работали в этом цикле, чтобы они в дальнейшем пополнили ряды национальной сборной. Чтобы они в своих клубах точно так же были на ведущих ролях, даже с легионерами. Это не громкие слова. Хочется, чтобы, конечно, мы получили тот профессиональный уровень. Чтобы они смотрели, как играют их сверстники или как развивается баскетбол. Это все взаимосвязано. И они должны заявить о себе. Это в первую очередь. Чтобы на них обращали внимание, им говорили. Ну и, конечно, отстаивать честь страны. Это очень важно. Им выпала такая доля. Они должны ее выполнить.